привет всем с вами снова жанна мы сегодня будем делать вот такой вот шикарный хотя пор я давно вам обещала и вот сегодня решилась начнем вы готовки тесто я уже несколько видео с тестом показывала но в этот раз я еще раз повторюсь без ссылок без всего раз готовлю еще раз покажу как ее делать начнем мы с того что нам для этого понадобится нам для хорошего теста понадобится полтора килограмма муки литра молока 100 грамм масла сливочного 100 миллилитров масла подсолнечного столовая ложка сахара столовая ложка дрожжей и чуть-чуть соли чайная ложка соль вот все что нам нужно все меня уже подготовлено подготовлены дрожжи сахар я добавляю муку перемешиваю и залью малым количеством теплого молока и дождемся пока она у нас поднимется как только дрожжи поднимаются мы заливаем их муку который уже подсолено предварительно хорошенько все перемешиваю добавляю сюда растопленное масло сливочное также доливаю молоко но молоко доливаю частями не все сразу и вымешиваю очень хорошую почту и тесто тесто надо вымесить очень очень тщательно теперь уже нужно вылить все молоко и сделать тесто как только вымесила тесто я заливаю сюда 100 миллилитров масла подсолнечного и опять же хорошенько хорошенько все перемешиваю тесто не должно быть жидким и не должно быть сильно тугим ну вот тесто готово она уже как бы поднималась в руке пока я месила теперь я ее накрываю и убираю и продолжим ну что ж начинаем делать мегрельский хотя бы я вам давно обещала вот сегодня настал день тесто у нас шикарно вы все видели два раза у меня подошла вот и оторвала кусочек теста здесь и 450 грамм так как я люблю хачапури сырный хороший чтобы он был богатый тут сыра мне тоже 400 он у нас будет мегрельский поэтому я часть сыра положу вовнутрь а часть вместе с одним яйцом положу сверху вот разница между мегрельским и и милитинским хачапури в милитинских хотя бы сверху яйцо не кладется то есть тоже ничего не кладется сверху а в мегрельском он как бы двухэтажный получается и внутри сыр и сверху сыр сейчас посмотрим я натру сыр тут у меня пополам тут у меня вот где-то 250 грамм молодого по-грузински называется трендис лэли но молодой сыр и милитинский не соленый и кусочек сулугуни 150 грамм в общем всего 400 грамм на соль попробуйте больше сюда ничего не надо я натерла сыр на крупной терке перемешала два вида сыра добавила чуть-чуть соли мне не хватило и теперь буду формировать мегрельский хачапури в принципе милитинский точно так же делается без верха только ну как обычно выкладываем все посередине и где-то одну из на четвертую часть сыра наверно вот так вот оставим вот сюда вот сыр подбираем тесто в кучу вот таким вот образом чуть-чуть оторву чтобы не очень лишнего было вот такой вот у нас я обмажу немножко нас чтобы на проще мне поддавалась и вот таким образом и изнутри в наружу вот так растягиваем все тесто вот таким образом чтоб сыр распределился везде протеяния немножко припудрила маслом то есть мукой вот и мою вот эту вот штуку прикладывать дальше растягиваем в оставшийся сыр выкладываем одно яйцо и хорошенько тщательно все перемешиваем перемешиваем все вилкой ложкой без разницы главное чтобы все смешать и выливаем всю эту массу на нашу хачапури распределяем с помощью ложки равномерно по всей поверхности хорошенько везде ну чтож вот он наш красавица с поможем сверху сливочным маслом и теперь мы ее разрежем и посмотрим что там у нас внутри смотрите какая высота такой он тут пушистенький пушистенький это микрельский хачапури берем большой ножик посмотрим что у нас получилось скажу вам один секрет почему мы сюда кладем два вида сыра если сюда положить только эмилетинский молодой сыр он не будет совсем тягучим если положить только сулугуни он будет очень тягучим он пропадет в части а когда мы кладем два вида сыра он становится вот таким в общем тут сыра видно что там есть много сыра и он прямо с виду видно что он вкусный тесто должно быть тоненьким и сыру должно хватать везде во всех частях этого хачапура вот такое вот у нас микрельский хачапур полон сыра в общем полон чудес ну что ж на этом я заканчиваю я попробую чуть попозже когда он немножко остынет он сейчас очень горячий я боюсь обжиться я с вами прощаюсь еще раз вам показываю эту красоту подписывайтесь на наш канал оставайтесь с нами делитесь нашими роликами подписывайтесь лайкайте колокольчик не забудьте в общем вы знаете что надо делать а я пойду пока подумаю что вам еще можно показать вкусного и красиво пока пока счастливо ребят пока